Сверхэластичная сетка подвешена на высоте 20 этажей. Ее удерживают 4 поднятых вверх строительных крана. С высоты 7,5 километров этот спасительный квадрат, даже не точка, его попросту не разглядеть. Скайдайвер делает шаг из самолета без парашюта в прямом эфире. За этой, на первый взгляд, безумной выходкой наблюдают миллионы зрителей. Скорость 200 километров в час, пульс 148 ударов в минуту. Я будто левитировал, как какой-нибудь святой или монах. Это просто невероятно, чудесно. Я всего даже не могу сказать. Слова просто срываются с языка. Спасибо ребятам, кто помогал мне. Это восхитительно. На счету скайдайвера больше 18 тысяч прыжков с парашютом, но этот уникальный. Во-первых, никто раньше не выходил из самолета в неизвестность, не имея не только страховки, но даже надежные точки приземления. Трюк готовили несколько лет, сбросили с неба сотни манекенов. Одна из кукол разбилась, инженеры не смогли все правильно рассчитать. Скорость ветра, а главное, момент падения за секунду до соприкосновения с сеткой, Эйкинсу нужно было резко перевернуться в воздухе, чтобы не удариться животом. На шлеме Эйкинса закрепили камеру и оборудовали систему навигации. На низких высотах специальные красные фонари на площадке для приземления должны были предупредить экстремала, что он сбился с курса и может разбиться. К счастью, все прошло так, как на это и рассчитывали. Эйкинс попадает точно в цель. На земле Люка Эйвенса ликованием встречают восторженные болельщики и родные. Эмоции переполняют и самого экстремала. Все это выглядит безумием, но за ним стоят работа инженеров и точные науки, математика и физика. Ведь спорткары можно остановить на огромной скорости, а они куда быстрее и тяжелее, чем я. Саму идею такого прыжка Люку Эйкинсу подкинули продюсеры сериала про экстремалов. Вообще, к кино спортсмен имеет прямое отношение в качестве каскадера. Он принял участие в съемках фильма «Железный человек 3». Но если на киноплощадке актер в любой момент мог скомандовать стоп, то в нынешнем ампуа у Эйкинса не было права на второй дубль. Сергей Цюринтин.